Это вот глубина воды здесь, колеса выходят. Дороги в ямах. Огромная лужа глубиной 40-45 сантиметров. Местные водители уже не заезжают на эту улицу. Автобусы просто переворачиваются. Ездить маршрутное такси 102, здесь не проезжает в основном, которая должна проехать по проспекту Победы. Она заворачивает и выезжает на дорогу сразу. Выезжает туда. То есть люди вот здесь не могут проехать. Очень опасно ездить. Разбитые дороги – это не единственная проблема жителей. В микрорайоне нет освещения. Люди вынуждены освещать себе дорогу сотовыми телефонами и фонарями. Кроме этого, в поселке отсутствует водоотведение. Во время дождей и селевых потоков поселок просто затапливает. Как только этот снег начинает таять, это таяние, это просто страшно. Это просто страшно. Это просто как река какая-то волнующая. Оттуда все идет, все рекой. Детям потом вообще невозможно ходить. Радовало жителей лишь одно. В микрорайоне в прошлом году начали активно проводить газовые трубы. Местные власти заверили – зиму проведете в тепле. Понадеявшись, жители убрали печки, обогреватели. Однако газа как не было, так и нет. В течение прошлого года на все улицы провели трубы. Однако в конце года работы заморозили. Вот здесь вывели отвод для ГРП. Но никто не работает. ГРП не устанавливают. Все волнующие вопросы и проблемы председатели восьми ТОСов озвучили на совещании мобильной группы города Симферополь. Стало известно, на обустройство мест компактного проживания репатриантов выделено 36 миллионов рублей. Уже готовы проекты. У нас где-то заключено больше 15 контрактов на проектирование строительства внешнего освещения и строительство дорог. Ряд этих контрактов уже прошел экспертизу и готовы к применению. В этом году мы постараемся изыскать средства на строительство уже внешнего освещения, исходя из проектов готовых. А в следующем, и в этом же году, и в следующем году будем включать в программу проектирования еще ряд улиц уже в других микрорайонах. Кроме этого, члены рабочей группы совместно с руководителями ТОСов будут выезжать в микрорайоны для изучения проблем на местах. После проведут совещание с населением, где каждый сможет задать свой проблемный вопрос и получить разъяснение. Султания Седокаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.